Здарова, мои дорогие! Соскучились? Я тоже! Продолжаем хроники кампейна. Но для начала давайте я отвечу на ваши всевозможные вопросы. Во-первых, вы спрашиваете, Паш, а почему у вас в компании то или иное? Почему у вас так, а не иначе? Почему вот в этом факе под номером 37 было указано, что вот это работает не так, а у вас работает так? Так, ребята, у нас кампейн, а кампейн, он частенько хомрулится, поэтому ответ на все подобные вопросы, потому что... Мама не закон, слава закон. Второй момент. Некоторые москвичи мне пишут с вопросами, Паш, я тоже из Москвы, я бы хотел поиграть, но не знаю где, не знаю как, не знаю с кем. Смотрите, ребят, к нам уже вписаться нельзя, потому что у нас уже середина кампании. Но в следующую кампанию по Некромунде – Велком. С другой стороны, мы каждый четверг собираемся в клубе Голдфиш, что на метро Таганское, и играем в нашу кампанию. И мы не против с вами познакомиться, выпить с вами пиво, пообщаться, ответить на ваши вопросы и, в принципе, провести приятное время. Если вам интересно, приходите, пообщаемся. А я перехожу непосредственно к моему последнему четвергу и к тому, как мы поиграли в принципе. Итак, в четверг я отыграл всего одну ивентовскую игру, потому что, во-первых, многие письки и до сих пор не отыграли свои игры с предыдущих недель, а во-вторых, многие письки, потому что не обновляют информацию по своим бандам и слава не может составить паринги. Вот, поэтому мы решили сначала отыграть просто сценарий. Сценарий был о том, что я и не только я нашли в подулье заманчивое объявление, что обещало большие барыши тем, кто завалит какую-то монструозную тварь. И вот мы пришли по координатам, твари нет, но зато мы видим энное количество других банд, которые позарились на наше сокровище. В этой миссии от каждой банды было по пять представителей. Мне повезло, у меня трое как раз-таки в рекавере, а двух джувов, которые у меня пойдут на тушенку, я, слава богу, не наролял. Поэтому у меня такой классический состав из двух чемпионов и трех гангеров. Потому что, напоминаю, один гангер, батя и джув у меня валяются с прошлой игры в больничке. Вместе со мной эту миссию играло еще три человека. Первый это Чиж, мой первый оппонент, которого вы уже знаете, Андрей со своим Ковдором пришел. В принципе, тоже зашел очень хорошо. У него и батя, и два чемпиона, и, по-моему, два гангера. Дальше был Юра. Юра у нас играет за Голиафов. И тоже, в принципе, у него приятная сборка получилась. Там у него был батя, чемпион, Форджборн и, по-моему, два гангера. А также был мой Сохаусид Алик. Алик у нас стесняшка. Собственно, сама миссия заключается в следующем. Когда кто-то из нас получает флешку, то вылезают рядышком щупальцы. Когда этих щупалец вылезет шесть штук, и мы все шесть штук убьем, тогда где-то заспаунится сам монстр, его основная голова. И нам придется его завалить. И тот, кто завалит голову, тот и побеждает в этой миссии. Если поделить поле на четыре угла, то в левом верхнем углу у нас поставились Корпсграйндеры Алика. В правом верхнем углу от меня стоял Андрей с Кавдором. В правом нижнем Голиафы. И в левом нижнем ваш покорный слуга. Мы довольно быстро сговорились и решили, что Хаус будет сражаться с Ордером. А потом как пойдет. И, собственно, начинается расстановка. В принципе, вы сейчас ее все видите. За вычетом инфильтрации. Инфильтру я поставил ближе к Голиафам. Мой Вейл залез в домик. А пара джувов Корпсов. Один выставился в Диплое. Вместе со всеми от греха подальше. А второй пошел к Кавдорцам, чтобы их подсжечь. После Ралофа начинают ходить Корпсы. Первый джув вылезает из инфильтры. И кладет огнемет на Арбалетчика и Гангера. Но Алику не везет. Он и на попадание плохо кидает. И на поджечь плохо кидает. И в итоге он просто две минички уронил. Активация моя. Я выбираю Краба второго. И он бежит на пролом без каких-то укрытий. Чтобы ловить стрельбу на себя. И генерировать флешки. И генерировать щупальца. Навстречу моему Крабу бежит Форджборн примерно с такими же мыслями. Но он ныкается за окном. Потому попасть в него довольно проблематично. Активируется Кавдор. Батя. Батя видит наглого джува и не видит препятствий. Чардж. Влетает. Хорошо накидывает и на попасть. И на пробить. По-моему там Алик даже не кидает никаких сейвов. Что случилось? Тяжран. Куб дыгра. До свидания. Но перед смертью мы порождаем первое щупальца. Щупальца работает как? Если вы его бьете, оно бьет в ответ. Оно попадает по вам на таком расстоянии, с которого вы ее бьете. Если вы бьете ее с 6 дюймов, потому что дальше нельзя по правилам. То она попадает по вам в ответ с 6. Если там в ближнем бою, то автохит. И так далее. Так вот. 2 хп у нее. 4 плюс сейв. Статы не помню. По-моему, то ли 4-4 сила Тафна, то ли 3-3. Ну, в принципе, ничего страшного. Но довольно живучая. Благодаря сейву, если АП нету. И оппонент накидает хорошо на сейвы. В принципе, убивать можно. И она тоже, в принципе, убивать может. Активируется Голиаф. Видит моего краба. Не видит препятствий. Шмаляет, по-моему, из гранатомета. Не попадает. Заклинивается. Не заклинивается. Все хорошо. Краб стоит дальше. Чилит. Там была совместная активация. И батя говорит с оверсиром. Пожалуйста, постреляй еще раз в этого краба. В этот раз в него попадают хорошо. Пробивают. Хорошо. Я кидаю на сейвы плохо. И краб с двумя флешками остается валяться. Тут же вылезает еще одно щупальце. И я ставлю. То есть ставит щупальца тот, в чью модель влетела. И я ставлю щупальца поближе и к Голиафам, и к своему Вейлу. Чтобы Вейл спокойно в этот щупальце стержавал и срезал его своим чейнсвардом. В этот момент Кавдорит стреляет еще в одного джува наших Корпсграйндеров. Наносит флешку и порождает еще одно щупальце. Вейл решает, что это его звездный час и влетает в щупальце. Кидает он максимально отвратительно. Попадает с четырех атак, по-моему, три. И пробивает одну, и оппонент, конечно, кидает сейф. И в итоге я не ношу никакого урона щупальцу. В ответ щупальца попадает автоматом, но, слава богу, не пробивает. Или я там сейф хорошо кинул, я уже не помню. В принципе, Вейл остался несловно нахлебавший, но при этом живой и здоровый. Активация Голиафа. Он стреляет снова в моего несчастного краба. И теперь уже краб второй отправляется в Вальгау. Мои оставшиеся гангеры потихонечку подходят к щупальцу и начинают в него разряжаться из дробовика, чтобы убить его и разнести на мелкие частички. Но тоже и кидают на попасть хреново. Или даже, по-моему, нормально попадают, но хреново пробивают. В итоге эффект нулевой. На противоположной стороне стола влетают Корпс Грайндеры в щупальца и без больших проблем просто срезают их своими топорами. В наше щупальца на всех парах влетает Фордж Борн. Кидает хорошо на попасть, кидает хорошо на пробить. Наносит в итоге два дамага. Я кидаю два сейва, две пятерки. Извини, Фордж Борн сегодня не твой день. В ответ прилетает от щупальца, прилетает очень хорошо. Сейвы Фордж Борн не кидает. И наш несчастный Фордж Борн отправляется в тяжи ран. Мордой в пол прямо перед моим Вейлом. Но в результате раненого Фордж Борна вылезает еще одно щупальце. Андрюхин батя, который ковдорец, решает, что, ну, одного забили в ближнем бою, можем и второго. И летит в щупальце. И спокойненько его забирает. Наконец-то начинается золотая эпоха Вейла. Он такой, опа, куб дегра, опа, щупальца, срезали щупальца. Две экспы, как с куста. Но ковдорцы не прощают такой обиды. И от души разряжаются Вейла, что прям сразу отправляют его в тяжи ран, мордой в пол, лежать и истекать кровью. Печалька. У Корпсов в этот момент уже из Джува пятая щупальца вылезает. Майгангеры бегут ближе к Вейлу, чтобы в конце хода помочь ему встать. И также постреливают в щупальца. Но опять-таки они вообще своих дробовиков нифига ему нанести не могут. Не смогли, не фартануло. Корпс-грайндеры потихонечку выдвигаются в центр, потому что надеются, что там выйдет рот нашего гигантского монстра. Голиафы в этот момент начинают через окно шмалять из гранатомета по щупальцу. Ну точнее не по щупальцу, а рядом с ним, потому что в щупальца стрелять нельзя, по причине, что там только 6 дюймов и ближе. Стреляют, но понимают, что задевают своим шаблоном не только щупальца, но и своего несчастного Голиафа. В итоге они убивают и щупальца, и своего Голиафа в тяж ран уносят. Там еще эта жопская щупальца моего гангера мордой вверх уронила. Корпсы в этот момент съедают свое второе, а всеобщее пятое щупальца, и остается последнее, наше шестое, которое никак не хочет умирать. У меня там уже встает Вейл в какой-то момент. Слава богу, что ему помогали, потому что там вы видите, что я кинул. В итоге знаете, кто убивает щупальца? Мой Октупус. Он слезает с своей снайперской позиции, подходит к 6 дюймов, и снайперки убивают, слава богу, наконец-то это щупальца. По факту, Алекс с Корпсами убивает два щупальца, Андрей со своими кавдорцами одно, Юра со своими галиафами одно, и я убиваю парочку. У нас вылезает монстр, у нас вылезает главная пасть. Кстати, если вы думаете, откуда эти миниатюрки, то это из War Machine and Horts. А их вы всегда можете купить на свободном рынке миниатюр. Это самая большая барахолка миниатюрок в России, где вы можете продать что-нибудь ненужное и купить что-нибудь нужное по приемлемым ценам. Пользуюсь удобной системой фильтров и поиска, а также системой оповещения с аукционов. Все ссылочки в описании, а я продолжаю. Итак, у нас вылез гигантский рот гигантского монстра. У него шестая сила, шестой татнес, 8 хп, 4 плюс сейп и аж 5 атак, которые попадают то ли на 3, то ли на 4 плюс, уже точно не помню. Но слава богу, у нас там карпсграйндеры, которые уже туда пришли. И они начинают активно разбирать это щупальце. Ну, не щупальце, а этот гигантский рот с щупальцами. И они вносят ему сначала 4 хп из 8 возможных. Но гигантский рот в ответ роняет батю Карпсов. Тут Карпсов и чемпион влетает, сносит, по-моему, еще 2 хп. И тоже падает, не помню, то ли морды вверх, то ли морды в пол, но тоже ему не очень хорошо. В этот момент все начинают сближаться и стреляют в этот гигантский рот, но никакого дамага, в принципе, не заносит, потому что шестой татнес и 4 плюс сейп, это ого-го. Я в итоге влетаю своим вейлом, он такой, по-моему, сносит 2 хп оставшихся, но на что случилось, кидается тяж ран, а это для монстра ничего, но ему вешается флешка. Ему в ответ прилетает тоже будь здоров, на него вешаются, по-моему, еще 2 флешки, и он уходит с поля. В итоге потихонечку Карпсы и со стрельбой мы вносим ему огромное количество флешек, и у него становится второй татнес. И тут начинается активация Голиафов, они такие из гранатомета издалека такие... Два дамага, что бы ни кинули, флешка, череп, тяж ран, до свидания, гигантский рот, мы тебя сделали. В итоге побеждает Юра с Голиафами, Алик немножко пригорает, потому что он основную работу сделал с монстрой, но победа тому, кто убивает этот гигантский рот. Мы накидываем денюжку, лут, и там, в принципе, ничего интересного, но Юра получает некий светящийся куб. У него из этого рта выпал тессеракт, видимо. Я накидываю себе баблишко, я накидал, по-моему, 80 голды просто с этой недели, плюс я накидал двадцатку за эту миссию. У меня теперь сотка, было 65, теперь 165. Я думаю, блин, Октопус, вот он чемпион, и вот он с этой снайперки, ну, мало что делает. Говорю, Слав, а есть какая-нибудь пушка, которая как снайперка, но прям мощная? Он такой, Лас Кэнон есть, я открываю Лас Кэнон, десятая редкость, 48 дальность, плюс 1 на дальность. Я думаю, о, похоже, сила десятая, дамаг 3, АП минус 3. Я такой, хочу, я это очень хочу. Но думаю, надо сначала кинуть, что стало с моими тремя парнями. Вейл без проблем, один гангер без проблем, краб, сука, снова умирает, и ему нужно идти к врачу. Но я не могу его потерять, потому что у меня гангеров станет мало. Я кидаю, сколько стоит доктор? 1, 2, слава богу, 30 кредитов. Но 165 минус 30, это 135. И мне не хватает двадцатки до покупки Лас Кэнона. Я отправляю вышедшего из рекавери батью и чемпиона за покупками. Кидаю девятка, слава богу, могу с запасом спокойно купить Лас Кэнон. Мне нужно добыть 20 кредитов. Начинается мем с Галифианакисом из мальчишника в Вегасе. Я начинаю судорожно смотреть, что бы можно продать. Я такой, ага, у меня есть территория, что позволяет закупаться в своем магазине на 30 кредитов на халяву. Купил за 30, продал за 15. Осталось найти еще 5 кредитов. Такой, ммм, ммм, ну вроде это полезное, 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 полезное. Такой, ммм, мистер Свордфиш, извините, но у вас больше нет межармора. Отдайте его на нужды Октупуса. Продаю межармор ненужный, и у меня есть Лас Кэнон. Теперь я хочу скорее в следующую игру, чтобы его испытать и поджечь пуканы оппоненту. Вот как-то так мы отыграли первую часть третьей недели. Надеюсь, вам понравилось. И да, в конце я хочу предложить вам небольшой интерактив. Смотрите, ребята, у меня сейчас потихонечку накапливается опыт. И давайте решать. Я трачу его рандомно, чтобы получилась какая-то странная непонятная хрень, но, возможно, веселая. Либо я что-то целенаправленно сильное выбираю, чтобы мой персонаж, чтобы мой там Вейл, Октопус и Батя могли неплохо так надавать вражине по щам. Да, вот такой вот байт на комментарии. Пишите, что вы хотите, чтобы я на рандоме что-нибудь взял или выбрал что-нибудь мощненькое. Плюс также пишите. Смотрите, скоро у нас будет перерыв. Там будет большое количество денег выдаваться. И я, скорее всего, буду брать одного из двух брутов. На кого вы хотите посмотреть? На Делаковского большеголового брутика Спайкера или на здорового механического Амбота? И я возьму того, кого вы выберете. И я, наверное, даже постараюсь его покрасить на камеру. А на сегодня все. Спасибо, что смотрите, комментируете, лайкайте эти ролики. Они отлично заходят в Ютубу и нравятся мне. Спасибо еще раз большое. Не скучайте, не болейте. Играйте в Некромунду, играйте в другие клевые варгеймы. И до скорых встреч. Пока-пока. Отдельная огромная благодарность самым преданным подписчикам, что поддерживают меня на Патреоне и Бусти. А именно... Арт Демиденко, Дмитрий Бабин, Тироэль Ворм, Влад Флайдронс Кузьмин, Иван 52 Джокера Копылов, Витол Бош, Алексей Элдор Ермаков, а также, конечно, Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо вам большущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!